Добрый вечер! Вот, говорить в вашей аудитории, я просто не знакома с вечерами, которые у вас здесь вот проводятся, но мне сказали вообще про все, про музей, про выставки, про жизнь, одним словом, вот какой-то такой безразмерный совершенно был дан мне предложение, я стараюсь вам как могу последовать, если вам будет интересно что-то еще, другое, тогда вы наверное зададите мне вопросы, но надо сказать вам, что для меня самой не совсем это как-то до сих пор понятно, как случилось так, что вся моя жизнь оказалась связана с музеем изобразительных искусств имени Пушкина, то есть с одним местом работы. Я поступила в этот музей после окончания Московского университета искусствоведческого отделения, но это случилось, я училась во время войны фактически, хотя я поступила еще до войны и поступила не в университет, а был такой институт, институт философии, литературы и истории, это был совершенно замечательный, художественный такой, то есть такой институт, и с очень интересным составом, там и поэты отдельно учились, в частности там училась Гудзенко, Наровчатов, поэт военных лет потом, который этот музей, простите, этот институт существовал только 7 лет, но там был потрясающий состав профессоров, которые потом все пришли в университет, институт был закрыт в связи с войной, его целиком и студентов, и профессорский состав перевели в университет, я окончала уже в университет, но первый курс, кстати говоря, его закончила вот в пятницу, а уже вот, я сейчас могу субботу, суббота или воскресенье, была объявлена, что началась война, а накануне я сдала последний экзамен по Древнему Египту, по Древнему Востоку. Так вот, тогда я училась во время войны, в то же время я закончила курсы медсестер и работала в Москве, два госпиталя, один там на Красной Пресне, другой на Баумовской улице, вот, этот мой диплом, хирургическое медсестры, он до сих пор меня, я им очень горжусь, вот, это был такой особый опыт, не на фронте, но я бы сказала, исключительно сложный и непростой опыт, потому что на первой операции, на которой я присутствовала, хирург мне сказал, ну, что ты стоишь, неси, а я не понимаю, чего нести, а нести, надо было ампутированную ногу у летчика, которым сбили под Москвой, и он пролежал какое-то время, было заражение, ногу пришлось ампутировать, и вот так началась моя военная эпопея уже в каких-то действиях. Надо сказать, что это было очень тяжелое, сложное лицо войны, которое я увидала не на самом фронте, но его последствия, вот, обычно ночью мы получали транспорты с больными, уже под утром начинались операции, вот, ну и так далее. Так вот, я закончила в марте 45-го года университет, тогда вот так кончали, мне предложили два места, или музей изобразительных искусств, или так называемый ВОКС, это Союзное общество культурных связей, за границей было такое общество, вот, но я выбрала музей. И вот осталось в нем вплоть до сегодняшнего дня. Я поступила в музей 10 апреля 45-го года, и вот под 16 лет я была научным сотрудником, старшим научным, в 61-м году мне предложили стать директором. Я никаких не имела до этого административных должностей, но не была я ни заведующей отделом, ни ученым секретарем, ни кем. Для меня это была полная неожиданность, я даже не знала, я даже не дала сразу ответа. Но один хороший знакомый сказал мне хорошую фразу, которую я потом уже посмеялась. Он сказал, ну а что, ты же любишь организовывать, делать что-то там, любишь выставки и другое, соглашайся. А если у тебя не получится, ну ведь старшим-то научным тебя, наверное, всегда возьмут. И вот эта фраза оказалась на меня спасительной, я решила, ну действительно возьму. Вот. И вот приступила к работе. В этом, конечно, я пробыла до 13-го года, летом. После чего, ну я еще до этого, еще в 11-м году, уже просила меня освободить от директорства. Я хотела остаться в музее на какой-нибудь другой работе. Вот. У меня к этому были такие серьезные домашние обстоятельства. Скончался мой супруг. Но вот... Ну да, меня вот назначили президентом в Музее изобразительных искусств. В этом качестве я пребываю сегодня. И вот не так давно со мной я работала три года. Перезаключили договор на ближайшие еще три года. Ну, если получится, я буду работать. Я это говорю к тому, чтобы просто сказать, что вся жизнь была связана с музеем. И надо сказать, что я от себя такой верности я не ожидала сама. Ну не потому, что я там легкомысленная, легковерная. Нет. Но просто я, как всегда, считала, что я более живой человек. Что мне интересно и то, и другое. Ну, что там на одном месте. Тем более, что первое впечатление от музея было утром чайнища. Я попала в музей холодный. Такое нетопленное у нас мраморное здание. И разбитые стекла. Зимой у нас в масс-фотографии лежит снег на втором этаже. Потом он тает. Течет вода по розовой лестнице нашей роскошной. И так далее. Вещей нет. Они были в эвакуации. Стали приходить. Но они в ящиках стоят. Нельзя в этой температуре распаковывать. В общем, короче говоря, очень было тяжелое впечатление от музея. И, как ни странно, особенно от персонала. Сотрудники. Их было очень мало. Я с ними со всеми потом передружилась. Милые женщины. Но, вы знаете, им было уже, ну, примерно так, по 40-45 лет. Но мне показалось, что это кто же такие? И почему же они все не молодые? Как с ними вообще? А нас только три человека взяли с курса. И я почувствовала себя в какой-то среде, в которой нет никаких контактов. Это было, это я подумала, нет, я долго здесь не работаю. Но вот оказалось все по-другому. К этому были причины. Ну, скажу вам откровенно, я от себя такой верности не ожидала. Один музей на всю жизнь. И один муж на всю жизнь. Ну, вот так случилось. Ну, жизнь в музее, вот, 16 лет я ходила в экскурсии, там делала всякую разную работу. Была хранителем итальянского раздела живописи в музее. И в 60-м году мне предложила Академия художественная, что я немножко знаю итальянское, знаю итальянское искусство, поехать с ними. В 56-м году это было, простите, в 56-м году, еще тогда никто не ездил. Была организована группа туристическая в Италию. И они попросили меня поехать с ними. Ехали только академики тогда. Вот. Ну, я поехала. Это была потрясающая совершенно поездка. Тогда еще поездом, сначала в Вену. В Вене мы посмотрели кузнестовершим музеем. Вот этот художественный исторический музей. С, вы представляете, с Веласкесом, с Брейгелем, с Джорджуона, с Тицианом. Фантастика полная. Приехали прямо в Венецию из Вены. Ну, соответствующие впечатления просто. Вы знаете, когда мы ехали, нам сказали, вы едете на 12 дней. Я подумала, ну какая же Италия за 12 дней. Так много что надо делать. По книжкам знала, надо много смотреть. Вы знаете, мы еле ноги унесли, потому что мы практически не спали. Потому что Италия, это не только музеи, все города, это музеи. Собственно, сами города, здания и прочее. Просто не уходили с улиц несколько часов сна. А потом еще по глупости. А, мы едем за границу. Нужны новые обязательно туфли. И желательно, чтобы ножка была поменьше. Вы можете представить, во что превратились ноги от таких походов по итальянским улицам. Даже один художник Лапсев, он даже про меня написал, апофеоз любви и воли, ее кровавые мозоли. Потому что я приходила в гостиницу, тогда еще при кровати с такими спинками металлическими. Поднимала ноги и тихо плакала, потому что было очень больно. Ну, глупость такая. Приехали, значит, в новые обуви. Ну, короче говоря, вот я попала тогда в Италию. Это было потрясающе. И было тяжелейшее впечатление. Из Немеции мы попали в Болонию, потом во Флоренцию. Но во Флоренции, конечно, мы смотрели Микеланджело, Капелло Медичи. И когда я попала в Капелло Медичи, я вам скажу откровенно, я просто тихо плакала. У меня не осталось, я поняла, что такое насыщаться великим искусством. Ничего не осталось, что можно отдавать. Вот сижу, все вижу, но уже почти ничего не чувствую, потому что все израсходовано раньше. Уже израсходовано в Венеции, в Болонии, в самой же Флоренции. А потом, уж я не говорю о Риме, когда мы попали в Сикстинскую Капеллу и в другие музеи. В общем, Италия – это тяжелейшие испытания для тех, кто хочет, кто воспринимает искусство. Вы понимаете? И надо вам сказать, что это такое насыщение. А потом, не забывайте, я же училась во время войны, все музеи в эвакуации. Мы не видели подлинных вещей. По плохим книжкам, тогда я была таких прекрасных книг по искусству, как сейчас. Плохие репродукции, плохие диапазитивы. Просто верили своим прекрасным преподавателям, просто верили им, когда они нам о чем-то говорили. Потому что мы этого не видели. Фактически не видели. Ну и вот приехали. И уж если бы хоть раньше где-то еще побывали, а то мы увидели это. Это было огромное для нас испытание. Я всех, кто любит искусство, и воспринимает его с необходимой внутренней энергией. А если воспринимает, значит, отдает. А если отдает, значит, обосважается сам. Так что это целый такой сложный процесс, который был опробован в 1956 году в Италии. Но это меня только укрепило в том, что Италия – это главная страна, к которой надо ехать, если занимаешься искусством. И ничего важнее, чем одуматься в этот мир, при том, что существуют все остальные миры, тоже, конечно, все-таки нет. Ну вот, в 1961 году я стала работать директором. И надо сказать, что наш музей очень пострадал во время войны. Дело в том, что буквально в 1941 году, осенью, рядом были сброшены несколько очень таких серьезных бомб. Бомбы попали в территорию, там у нас даже на той стороне, если стоять лицом в музее, левый фасад, там остались следы. Но самое главное, они обрушили все три стеклянных перекрытия. У нас три плафона. Большой плафон, еще один, и потом сам плафон над залами. Все были разрушены. И вы знаете, вот много фотографий, вы можете увидеть, наш сотрудник, я знаю, их имена, когда я поступила, они еще работали в музее, с лопатой убирают снег. Прежде всего, в верхних залах. Итальянский дворик стоит, ну, вот так вот, как этот столик маленький, ну, чуть пониже, закрытой водой весной. Ужасно просто. Вот. И никакого покрытия во время войны нельзя получить, нельзя получить стекло для, ну, покрывали чем-то. Ну, это так, осадки все попадали. Ужасные испытания. Ну, разумеется, слепки нельзя было вынести, огромные, там, фарнанский бык, или, там, эти самые, Прокамский автарь, Мегерашник. Ну, куда это уберешь? Все это покрывали, это все было покрыто. Да, эти домики были сооружены. Есть такой снимок, где Давид наш в итальянском дворике стоит под домиком. Картины-то вывезли в Новосибирск. Я потом ездила туда, смотрела, где они стояли. Вот. А здесь это вот так было все. Ужасно старинно. Вот в 45-м году, в общем, директором музея был назначен, да, и вот была очень тяжелая ситуация. Директором музея был назначен скульптор Меркуров Сергей Демитриевич. Ну, скульптор мощный человек, он кавказец, он из Кавказского региона, и в общем, у него были хорошие отношения со Сталином. Впрочем, так же, как у директора Эрмитажа, академика Арпелли, вот скульптор Меркуров. Это я специально говорю, потому что потом будет случай, вот когда мы все на него обиделись. Ну вот, но он мог пойти и получить долгожданное стекло. Он получил стекло, и кое-как наскоро застеклили музей. Но когда я стала директором, к этому моменту это была такая очень быстрая работа. В общем, вся эта работа пришла в неугодность. И музей систематически заливало. Вот буквально в первые дни моего директорства, значит, а предшествующий директор, очень хороший человек, Самушкин Александр Иванович, до этого он был директором Третьяковской галереи, увозил тоже в эвакуацию картины Третьяковки, понимал, что он делает, он заболел, у него был инфаркт, он должен был уйти. Он меня сам вызвал и сказал, Илья Александровна, я хочу, чтобы он был директором. Я говорю, ну какой я директор? А вот я так поговорила там с профессором Вибером, который вас учил, он мой заместитель по науке, все согласны, соглашаются. Вот это, собственно, идет из музея. Когда меня Форцева утверждала, она сказала, ну последний вопрос, кадрные изменения. Вот уходит Александр Иванович, предлагает Антонова. Я ее не знаю, но говорят, что у нее может получиться. Все сказали, ладно, так все случится. Ну, значит, короче говоря, вот я начала работать с того, что сплошные протечки. Сплошные протечки, просто почувствовала ужас. Выслала в какой-то такой специальный центр, занимающийся металлоконструкциями. Вот. Пришли солидные люди, специалисты, сделали вот такой точный альбом и сказали, мы удивляемся, что все покрытие не у вас на голове, и ваших вот этих скульптур, которые там у вас стоят. Потому что все прыгнило абсолютно. И все это должно просто упасть. Вот в салмуре. Немедленно закрывайте. Мы сделали то, что сделали во время войны. Опять построили все домики. И закрыли здесь целиком второй этаж. Вот. Я немедленно написала письмо. А значит, форсовый, что помогите. Это было такое председатель Массовета тогда, но мэрии промыслов. Значит, ну, короче говоря, проходит время, ничего не делают. Проходит еще месяц, еще месяц, еще месяц. Ничего не делается. Я написала письмо Косыгину. Был. Кто-то знает это имя. Значит, председатель Совета Министров. Которое заканчивало. Не дайте разрушиться музей. Что меня поразило? Сегодня мы его отвезли в Кремль, это письмо. На следующий день я получила ответ. Я была подписана на такую скорость. Вот. И на моем письме, это не был ответ его, на моем письме, это он мне копию прислал. Было написано, форсовый промысл, не дать разрушиться музей. Это та фраза, с которой я окончила свое письмо ему. Но сразу все завертелось. Пришли рабочие, началась работа, все. Так продолжалось примерно полгода, после чего все стало затекать, затекать, затекать. Ну, стало второе письмо. Ну, короче говоря, у нас целые крутые писем, которые постепенно все-таки привели к тому, что все было перебрано, были сделаны новые конструкции, что очень важно, весь металл скинул. Вот этот альбом, который они сделали, он показывает все уже на грани. Я думаю, а как же держится? Оказывается, есть какой-то закон распора, который какое-то время действительен. Потом он перестает работать. Вот он его и держал. Но это были последние сроки. Так что он же где-то в музее. Мы все-таки, я в свое время его спасала, вместе с нашим инженерным составом, разумеется. Вот так получилось. Ну, хорошо. Ну, вот теперь работа в музее, да? Вы знаете, ну, наш музей такой... Это музей, в общем, так сложилось с самого начала. Как-то в России. Музей зарубежного искусства, вернее, даже и наш, да? Третьяковский русский музей отечественных искусств. Этого нет нигде. В Лувре показывается французское искусство, там же, где показывается испанское, итальянское, я не знаю, немецкое, и все остальное. Там не делят вот так, как у нас. А у нас это вот такая грань, непроходимая, так сказать, одного к другому. Ну, так продолжалось какое-то время. Ну, а потом все-таки стало ясно, что это как-то не совсем правильно, да? И с какого-то момента, просто желая определить место отечественного искусства в мировом искусстве, мы стали делать выставки, вот, которые объединяют или одной темой, или одним веком, и так далее, и зарубежнее наше искусство. Такой первой выставкой была выставка портрета, где, скажем, портрет Серова висел рядом с портретом Ари Нуара. И это в те времена была революция. Вы знаете, такую художнику Татьяну Нестеренко, наверное, и Лёва Керпин, они прибежали ко мне и говорят, слушайте, как это вы догадались, как это можно повесить это рядом? А, у того есть то, это, но это же одно время, это и так далее. В общем, это произвело впечатление. Ну, там был портрет, скажем, Мамонтова, работы с одной стороны Цорна, шведа, с другой стороны Пробеля тоже произвели. Ну, вот такие, потом какой-то, я сейчас даже не помню, кто такой художник, в общем, 18 века, и там английский портрет, даже Голио мы получили. Была, кстати, изумительная выставка по составу, за границей много получили. Вот все это производило впечатление. Так что, какие-то такие вот вещи мы уже начали раньше. Ну, а сегодня, вот сейчас, в эти дни, сейчас оканчивается, к сожалению, у нас работает огромная, по-моему, потрясающая выставка, над которой, вот лично я работала два с половиной года, выставка, посвященная воображаемому музею Андре Мальро. Андре Мальро, известный писатель, первый министр культуры фракции Бриде Голи, 10 лет, он был министром культуры с 59-го по 69-й год, крупный писатель, его книги переводятся и на русский язык, все это, так сказать, но кроме того, и такой философ искусства, который написал книгу воображаемому музею. Вот, собственно говоря, его теории, вот, он сам первый в 1931 году, уже сделал, в 1931 году, он сделал выставку, скажем, греко-буддийского искусства, то есть, он сделал искусство античное, искусство уже связанное с фигурой Будды. Делал такую же, не только греческое искусство и буддийское, но, скажем, средние века и опять-таки буддийский мир, его это интересовало, вот эти столкновения. Два метода диалогов, когда он сравнен, брал там африканские маски рядом Пикассо или предположим, ну вот, такого рода сближения и делал очень интересное. Вот сейчас у нас в музее работает выставка, на которой очень плохо, к сожалению, рекламировано, но она занимает все центральное пространство музея. На ней мы показываем вещи, скажем, Гои из Прадо, великие его многие там картины, показываем Веласкица. Это Франция нам дала, и Лувр нам дал, тоже, кстати, Гоя, и другие вещи. И художники из музея, из центра Помпиду, из музея Орсея, из музея Гиме, из других. Причем показываем все, начиная от того, что я делал Майро, показываем от первопытных венеров, вплоть до нашего времени, до шакалов и так далее. Само фигуру Майро очень интересно. Он человек, который слышал, который обратился ко всему мировому искусству, и он слышал эти голоса, вот воображаемый музей, и это вот такие голоса искусства всех времен и народов, которые он прозревал не только их различия, но и то, что их связывает. И в этом плане интереснейшее у него сопоставление, скажем, в Древнем мире, когда он берет не только Крецию, как мы привыкли, европейзируя историю искусства, Рим там и так далее, а он берет Китай, азиатское искусство, азиатское искусство, Сирию, Древний Египет, и он рассматривает это в контексте и показывает на самих объектах то, что мы сейчас сделали. У нас сейчас народ бегает и говорит, а вот мы вот так, а вот это можно, а вот это можно, потому что они почувствовали не школьный такой вот, вот в первом половине 17 века так, а во второй так, в третий так, нет, и не только Голландия, а тут и Франция, и все, и больше того, и Восток, и, скажем, Россия, и там еще что-то. У нас на этой выставке был интересный случай. Ко мне пришла учительница, которая работает с детьми, маленькими, совсем. Ну, они тоже посещают у нас много разных форумов для работы с детьми. Она пришла и говорит, вы знаете, я вам хочу рассказать об одном случае. Я показала выставку, говорю, что вы на Мальвову привели маленьких детей. Я говорю, ну, эта выставка не для малышей. Она говорит, нет, Ринсан, не скажите. Я с ними прошла через выставку, а потом спросила их, а что бы вы, ребята, соединили на этой выставке, ну, в смысле, какой-то близости, так сказать, в разных формах, но близости. И вдруг одна, восьмилетняя девочка, это нельзя придумать, потому что никто так не может увидеть, как этот ребенок так просто сказала. А я рядом поставила кошку египетскую, такая, ну, древняя, это же богиня, вот, паспорт. Вот так она сидит, пришел, доншавшись. Я даже до сих пор не могу понять, у нее закрыты глаза или открыты, но она провидит, вот явно провидит, что-то во что-то всмакивается. И портрет Толстого, Николая Герр из Третьховских плеей, который сидит и работает над руками, глаз ему даже не видно, но его, вот его поза, она показывает. Да, ее спрашивают, собственно, что ты видишь между львом, лев Толстой и кошкой, что ты увидел, она недоумевает. И девочка ей говорит, они оба очень думают, в том числе они какие-то. Ну, это правда. Это два образа погруженных, причем глубинно погруженных в свое дело, так говорится. И это вид, я говорю, этого нельзя придумать. И вот то, что девочка эта сплитила, меня совершенно поразило и где-то доказало правду того же самого Мальро. Ну, короче говоря, мы показывали там интересную работу. Так вот, он видел не только египетскую кошку и современное искусство, но он, он, конечно, его больше всего интересовало современное искусство самого Мальро. Он хотел понять, куда это все идет. И он искал среди современных ему художников тех, которые касались его перспективными. Он понимал, какой перелом произошел в начале 20 века с амагардом, магарнизмом и так далее. Но он попытан. Он видит Пикассо, он видит Матисса, он видит, он видит, скажем, Бранко. Вот таких художников, отчасти сюрреалистов, таких как Дали, но они очень мало о них пишут. Вот. И потом где-то он останавливается. Правда, он сам умер в 76-м году. Он не видел еще ни концептуализма, вот который возник и так далее. Но такое впечатление, что он бы их не притянул тоже к себе. И там он был очень красив собой, как человек. Андрей Мальро, там есть его фотографии много. и вы видите, каким он был молодым, с вдохновенным лицом, очень красивый. И какое лицо у него стало, когда еще не был очень стар. Какое безнадежное, укрюмое, напряженное. Он ушел, не увидев того, ради чего он, собственно, и работал. Хотел увидеть, что будет дальше. Вот эта выставка очень хороша для тех, кто любит все-таки поразмышлять над искусством, понять. Поэтому, если у вас есть время, до 12-го вы еще можете эту выставку посетить. На ней есть действительно мировоглазные вещи. Там прекрасные деца, с армитажа, там аль-кроэхо, там и вековое искусство великолепных образцов. Вот там вся история искусства только в таком повороте, разрезе необычном, который подоражит немножко. Ну, а что, одни кому от этого плохо не становится? Просто дается еще одна возможность по-новому взглянуть на искусство более свежое и непринцедное. Ну, это последняя выставка. Ну, а вообще-то случилось, конечно, так, что музей сделал действительно целый ряд выставок, которые, я бы сказала, открыли такой музейный бум в нашей стране. А вот знаете, как ни странно, первой такой выставкой была выставка, наверное, все-таки Дрозенской Туирией, она открылась в 55-м году перед тем, как ее отдать. Вот лично я занималась с 55-го года, выставка пришла в августе. 10 августа я увидела Секстинскую Мадонну, ее распечатали в итальянском дворике музея, стояло несколько человек, Владимир Ильич Корин, очень крупный советский художник, который в ту пору был руководителем нашей реставрационной мастерской. Вот он, профессор Фибер, Меркуров, еще несколько человек, ну и несколько нас вот молодых. И над этой коллекцией я, и некоторые другие, мы работали 10 лет. Но, во-первых, совсем не все, что пришло, можно было понять, что это за вещи. Некоторые были общеизвестны, а некоторые мы так не знали откуда. И в самом деле, там, видимо, что-то из частных коллекций, видимо, хранили вместе с Дресенской, все это взяли. Одним словом, это была работа. Но когда мы им отдали, мы им отдали с хорошей документацией. Отдали абсолютно Дресенскую, мы отдали все. Вот. И там было примерно 730, 740, вот так. Ну, великие картины, наверное, даже если не видели свою выставку, то видели книжки. Вот, действительно, там мы впервые увидели Вермира, Джорджона, такого Тициана, когда им педали. Вот. Ну, что еще мы там, ну, Рафаэль, конечно, Карайшо и целый ряд других совершенно грандиозных художников. надо сказать, что Тресенская была, открыл 2 мая 45-го года, а узнали о том, что она будет 30 марта, вы понимаете, у нас был один месяц, еще абсолютно целый ряд зол неподготовленный, не отреставрирован, ничего. Это было тихо, что-то невероятное по напряжению работа, но все-таки мы ее открыли. На эту выставку, в буквальном смысле слова, поскольку это были летние месяцы, день и ночь стояла очередь. Мы работали примерно с 10, простите, мы открывались где-то около 7, половина 8 утра, приходили художники в основном, вот, и работали до 11 вечера, без выходных дней, вот, время от времени закрывали, залали на уборку просто, ночью убирали, ну и стояла очередь, самая веселая очередь в мире, потому что они приносили с собой какие-то коробки, на которых они спали, они пели, они писали всякие надписи, мы из Ленинграда, мы из Омска, мы оттуда, мы из Одесса, и так далее, и они очень долго пребывали в музей, уж попавшие, они не выходили оттуда, но целыми часами, понимаете, поэтому у нас через выставку прошел биллион человек, миллион двести, но это могло бы пройти сколько угодно, но мы же не делали такого мавзолиного, это и нельзя было, потому что очень много картин, что просто проходили мимо, это мы сделали с Монелизой с Жаконной, чтобы все могли посмотреть, а здесь просто были столько, сколько хотели, вот, ну, это действительно было огромное событие, просто потрясение, и никто не жаловался, все были счастливы, и действительно это было огромное событие, ну, я помню, я тогда делала фильм, вместе с моими коллегами, по венцианской живописи я делала фильм, и там каталога книжка вышла, такая специально по венцианской коллекции, потому что я сама занималась Веронеза, это была моя тема, вот, и там были изумительные картины Веронезы, вот так, ну, а потом выставка ушла, вот, и это, конечно, огромное, а потом в 56-м открылась выставка, о которой вышла книга, кстати, вот недавно мне прислали ее второе издание, она называлась «Необыкновенная выставка в необыкновенном году», «Необыкновенный год» это год у Типпель, и мы получили выставку Пикассо, ну, представьте себе, в 53-м ушел из жизни Иосиф Сталин, да, при котором не могло быть речи, потому что это, таково рода выставка может быть, а через три года открыли выставку Пикассо, коллекция в основном самого Пикассо, он должен был приехать, но он не приехал, мы его ждали до последнего, потому что Таренбург, который привез эту выставку от него, мы еще взяли свои картины, картины «Армитажа», вот, он его ждал, ну, он говорит, что он не приедет, потом он получил, просто известно, что он не приедет, я не знаю, почему я не буду вдумывать, но мир не прибыл, но народ, который собрался на открытие, очень волновался, и люди стали друг друга говорить, запретили, не разрешают, не откроют, мы ничего не увидим, таренбург вышел, это было в итальянском нашем форике, и сказал, дорогие товарищи, вы ждали этой выставки всю жизнь, подождите, еще 20 минут, через 20 минут мы откроем, все вздохнули, так сказать, заулыбались, и действительно выставку открыли, вот необыкновенный выставок в необыкновенном году, ну а потом, потом, в общем, пошло, сначала 60-х годов, вот первая выставка, которую я тоже стал делать, это была выставка из Лувра, это были выставки, даже первая выставка из музея Жакмарантры, всего 6 картин, но замечательных, в основном ренессансах, очень ценных, и так далее, и вот началась такая репопея, когда приходили выставки сокровища там, я не знаю, метрополитных музеев, японских музеев, немецких музеев, фатристских музеев, итальянских, и так далее, мы показали действительно огромное количество выставок за это время, очень помогли Ельцинские соглашения, которые возникли, которые просто отталкивали культурные связи, я считаю, что это было, конечно, великий такой период, когда все эти, в том числе, политические документы, помогали это делать, а вот сейчас, я только что приехала из Нью-Йорк, я буквально вот неделю кого назад, и тоже была у нас идея одной выставки, но мы ничего не можем сделать, существует приказ, не отдавать им, ну, эти санкции, короче говоря, и хотя те товарищи, это мои коллеги, которые сказали, да, мы хотим, Ирина, мы хотим у вас это сделать, я говорю, что же вы меня вызвали, вы же, я бы сказала, что я не приеду, если вы не дадите, мне не так легко, по моему возрасте совершить это путешествие, но, тем не менее, они не смогли, правда, они еще говорят, все будет хорошо, но это уже посмотрим, будет хорошо, и им будет хорошо, прекрасно, но мне будет очень жалко, все-таки культура не имеет к этому отношения, больше того, она все-таки помогает, что-то понять про людей положительное, и жалко, потому что эти связи, они действительно важны, я помню, как в каком-то 78-м году я привезла в Лос-Анджелес выставку импрессионистов, и попала сразу на пресс-конференцию, такой интерес, вообще там все, и я ее спросила, чего вы, собственно, так вот взволнованы нашей выставкой, ведь ваши музеи переполнены, и Митропольский музей, и другие произведениями импрессионистов, не только же в Москве, а действительно великие коллекции, но ведь у вас прекрасно, они говорят, да, конечно, мы знаем, Ленор, там все это Мане, но ведь это пришло из России, нам интересно, как вы это собирали, как вы это видели, что вы об этом думаете, и так далее, это очень важно, понимаете, я в этом уверена абсолютно, мне очень жалко, что вот некоторые связи, и сейчас даже, они тормозятся вот, не со всеми странами, но, к сожалению, с этими странными штатами просто перечеркнуты наши отношения со всем, вот, хотя мы им много давали, они нам много давали, они хотят, сами сотрудники хотят, вот, ну, восстановится, я в этом уверена, восстановится, но не сейчас, но через какое-то время восстановится, но в том, в плане, я в это верю, все-таки, но есть какое-то разумное отношение к вещам, вот, что не мешает, будет там друг друга рука не соглашаться и так далее, но обмена культурная, это все-таки святое тело, и мне кажется, его нарушать не надо, но за это время много прошло интересных выставок, не все проходило гладко, ну, например, все-таки, отябли, отябли, все-таки, я здорово получила по голове, когда мы сделали выставку Александра Егоровича Тышлера, такой художник советский, правда, он у него был членом Союза художников, его все время рубили как формалистов, и, когда в ШИС общество в году мы его открыли, я помню, как република пришла, пришла Мария Блисецкая, пришел Щедрин, пришел тоже Эренбург, вот, и очень много такого интересного народа пришло, но до какого-то совещания в колонном зале Дома Союза в антаркте вдруг ко мне подходит наш министр Екатерина Алексеевна, кстати, она очень помогала, но время от времени ее уводили от правильных взглядов, и увидев меня, она прижала меня двумя руками к стене, так что мое лицо оказалось почти у ее, я даже отглянула, что у вас там происходит, что за... я думаю, мое отсутствие пожара, я даже не могла понять, что могло случиться, что случилось, я просто была в ужасе, вы открыли воздуху, тышли, я говорю, ну да, вот, но уже понимая, в чем дело, в этот момент приходит, Яган Сон был такой, серийский художник, он был президент Академии художника, он подходит, обнимает ее за плещи, имеет право, видимо, вот, и говорит, Катя, в чем дело, очень, кстати, он умный человек, она говорит, подумай, Борис, они открыли выставку, тышли, как они могли это сделать, он говорит, а что, тышли, хороший художник, она, а ну действительно, был его друг, значит, она посмотрела на него, говорит, да, а мне говорили, и вот тут-то мы понимаем, откуда иной раз эти репутации от своих же братьев, к сожалению, как говорится, братьев, они поступают уже туда, наверх, и как создаются репутации, вот, ну вот, а потом, в 63-м году, та же Екатерина Алексеевна с восторгом привезла выставку, она лежит, вместе с Надей, лежит своей приятельницей, куда более, я бы сказала, модернистским художником Чартышна, и все было в порядке, она ее открывала в восторге, и так далее, понимаете, ну, я должна сказать, она делала хорошие вещи для культуры, безусловно, но то, что ее дезориентировали, к сожалению, ее уровень общий не позволял ей иметь собственное мнение, это тоже очевидно, вот, ну хорошо, вот, ну вот такие случаи случались, ну, из самых выставок, которых, конечно, мне бы, просто хотелось вспомнить здесь, это, конечно, выставка Джаконды, она тоже интересна получилась, выставка, я узнала, что Джаконда показывается в Токио, в Токио, я думаю, она же полетит через Москву, вот, я говорю, «Зайки, Ксилин Север, вы знаете, Ксилин Север, вот такая вещь, удивительная, Леонардо Минча, показывается в Токио, я говорю, ведь здесь у нас при ваших возможностях, вы не могли бы эту картину, значит, остановить у нас в Москве, в Микву и Токио?» Она сказала, «А что, это понравится?» будет словно, вот, короче говоря, она сказала, «Я, это сделаю, у меня хорошее отношение с послом, и так далее, ну, она даже сказала по хричи, ну, ладно, не буду, вот, давай, министра, и, значит, и действительно, она не остановила, картина приехала в Париж, прошла обследование и вернулась, вот, и мы сделали эту выставку, в ее показе был один трагический момент, значит, картина уже пришла, мы ее осмотрели с директором музея, все так следует, измеряли таким специальным аппаратом, она же на доске, как икон, написано, и у нее есть, ну, вот такой легкий, такая волна, как бы, проходит через дерево, ну, здесь дерево живое, оно реагирует на влагу и так далее, и там есть свои вот эти, так сказать, измерительные параметры, вот, и надо так, чтобы, когда картину сдаешь, может что-то измениться, оно должно очень немного измениться, вот за это мы отвечаем, за климат, значит, мы сделали такую большую витрину, все как они просили, прекрасно, кстати говоря, они попросили, Лувр попросил нас эти самые, думаю, инженерные размеры нашей витрины, и помимо они сделали новую витрину в Лувре, потом у нас хорошо сделали витрину, Менцарятмаш, замечательная организация, вот, стекло привезли с Украины, не было такого размера стекла, там был какой-то завод, ну вот, привезли в 12 ночи, в буквальном смысле слова, мы все сидели в музей, ждали, долго не приходил груз, пришли, пять стеклов, поставили первое, лопнуло, что-то, видимо, вот в этой раме было не так, ну ладно, еще четыре, поставили второе, оно тоже лопнуло, тогда руководитель министерства, там один из товарищей, он сказал мне, Елена Санта, сердце не выдерживает, я пошел, а мне, откуда, я никуда не могу пойти, ну, значит, пришлось, чтобы сердце выдержало, последнее, стекло встало, но встало намертво, ну, чудовищная была история, просто действительно, уже не хватало сил, вот, эти суетились, если мне, сэритмаш, что не так сделали раму, не мы же делали, кто-то делал, ну, в общем, так, посещали потрясающе, мы придумали вот этот медленный проход, публика шла очень интересно, она шла к картине, вот так вот, если она там, смотрела на нее, а назад они шли спиной, потому что они еще хотели удержать поле зрения, и пять лет назад, и вот однажды, а рядом комнату мы организовали, там дежурили постоянно, бригада такая военная, ну, там все, при осторожности, и в какой-то момент вдруг раздался вой селены, что произошло, переполненная чувствами женщина вытащила из своего там, пиджачка, это же был июль, 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 шесть недель, гвоздики, и бросила, и они попали в стекло, и раздался вой, потому что это было уже вмешательство, вылетелитесь, наперебес, над цветовками, и защитили вам лесу, ну, сразу все, конечно, стало ясно, что никакой агрессии нет, но вот такой случай, который всех взбудоражил, он имел место, эта женщина, что-то подумала, что она умрет, она почти в опроке, понимаете, от того, что она наделала, но как она так кинула, там было бы довольно большое расстояние, даже не представляете, цветочки, деревья, понимаете, вот, порыв чувства, ну, что поделаешь, вот так, но вот, я очень рада, что мы показали, а вот когда мы ее отправляли назад, приехал директор Лувра, и он опять своим аппаратом, я его назвала Джакандер, он измерял, и оказалось, было маленькое, но меньше, чем в Японии, мы торжествовали, все проверяют вас тоже, вы видите, Россию можно доверять, вот, то есть, с это там будет, значит, вот, 74-й год, все в порядке, ну, конечно, эпопея, это Москва-Париж, на эту выставку приходили не из-за французской жутписи, а из-за советской жутписи, из-за Филотова, из-за Малевича, из-за Кончаровой, из-за Лариотова, из-за Кандинского, две огромные композиции, Кандинского, просто никто не видел, до этой выставки, это 81-й год уже, люди приходили по много раз, и прямо говорили, мы приходим смотреть на шушу, мы ее не видали, в Филонову была целая стена, вот, даже Петрову и Водкину не показывали красный конь, то он прям как вошь, там висел, в заме, в центре, и так далее, вот, но это была замечательная, интересная выставка, это и о французской и русской искусстве, петь, первых 30-ти лет, значит, 20-го века, это, в общем, авгар такой, ну, подрождение нового искусства, ну, конечно, это было все очень, как-то интересно, потом, через уже какое-то количество лет, мы сделали Москва-Берлин, кстати, она была еще более острой, потому что она касалась уже фашистского периода, вот, и там были такие острые сопоставления, документы были очень острые, такие политические, даже такие напряженные, ну, вот, эти две выставки, конечно, тоже такой вклад уже, они просто, это уже история культуры, можно сказать, 20-го века, вот так, ну, я хочу сказать, что сейчас музеи тоже проходят, конечно, интересные выставки, из самых таких содержательных и ценных, я могу назвать выставку Караваджа, но не ту, которая шла Караваджа, последней, где были караваджисты и одна картина Караваджа, хотя в газетах было написано, что 40, это были не караваджи, а караваджисты, а это, это материал у нас очень много в самой нашей галерее, ну, и практически это была коллекция одного очень знаменитого, действительно, замечательного итальянского ученого, вот, очень интересные вещи, но на первой выставке было 11 подлинных Караваджа, в том числе, вот, положение в Агром, которое второй раз были здесь, сейчас в Третьяковку, и там была вот эта великая картина обращение Савла, вот, ну, это может быть Караваджа номер один вообще, во всем его творчестве, это гениальная картина, причем ее в церкви, Санта-Мария дель Попоро, ее почти нельзя увидеть, очень узкие, маленькая капелла, слева композиция с Петром, справа с Павлом, войти нельзя, перегорожены, и надо сбоку вот так смотреть, и вы плохо видите, приезжали итальянцы, говорят, мы первый раз видим ее вот так, прямо там, и она производит, конечно, колоссальные впечатления, это грандиозно, это просто вот такое преображение, вот там в случае веры, потому что он уверовал, салон, как бы, вот, превращается в Павла, это изумительная вещь, и очень интересно, я ее получала, но никто не верил, что ее можно получить из церкви, такую вещь, когда в жизни никуда не попали, значит, будучи в Италии, я пришла в Санта-Мария дель Попоро, на пьянце дель Попоро и пришла к, к, ну, к этому, как он, настоятелю, да, настоятелю, ну, я ему рассказала, откуда я, он меня очень приветлив австрийцем, я потом даже говорила, по-моему, под райкоммунист, он так, как мысли, замечательно Советскому Союзу к России, вот, но мы с ним поговорили, он сказал, знаете, я бы и понимаю, я бы вам дал, я бы дал в порядке исключения, от меня не зависит, это зависит от кардинала, давай я думаю, но уже кардиналов я не пройду, а тут случилось, значит, я была на приеме, и меня познакомили с человеком, который должен был через два месяца приехать в нашу страну в качестве посла, замечательный совершенно человек, я сказала, как замечательно, я сказала, вы знаете, у меня есть одна проблема, связанная с Италией, ты же патриот готов дать, но нужно в совершение, я говорю, понимаете, кардинала, ну, как можно попасть в кардиналу, а к тому моменту еще наша церковь не была в тех отношениях, с которыми она сейчас, с Ватиканом, когда целая выставка показывается, вот, я говорю, я не знаю, как быть, он говорит, оказалось, что он много лет работал с кардиналом, он как раз из этой среды, и он так спокойно мне сказал, ну, Геннадия, ну, эта картина у вас будет, я так подумала, как это она будет, это же, вот, проходит время, он приезжает, проходит, какое-то время, ну, короче говоря, я попадаю на какой-то прием посольства, и так робко подхожу и говорю, вот, скоро, вот, уже должна открыться выставка, вот, помните, тогда, палац Фаронеза, мы были на обедине из сериальных сетей, я говорю, вот, как с этим делом, он так на меня посмотрел, даже, знаете, не очень, доброжелательно и сказал, я же вам сказал, что будет, значит, будет, я, совершенно ни во что не веря, значит, тем не менее веря, конечно, вот, и действительно, эта картина к нам пришла, это я вам расскажу, потому что, вот, вы приходите, смотрите, а за этим, все не так просто, это еще надо, нет всего, вот, и должны ставить определенные эти люди, с той стороны, а потом, этот послон, массу, нам делал, прекрасно, массу, вот, делал эти, прекрасно, и он, к сожалению, очень рано, он мог бы дольше работать, но его взял к себе помощником, президент, Италии, да, да, понимаете, президент его взял помощника, а потом он ушел, сам президент, и я была в Италии, он меня пригласил, мы встречались с ним, с его женой, с нашим послом, и вы знаете, да, он сказал там, обращайтесь, он какой-то фонд организовал сейчас, тоже связанный с культурой, вот, замечательный человек, очень доброжелательно, хорошо относится, к нашей стороне, очень приятный, вот так, так что вот некоторые вещи, вот таким образом, понимаете, непросто, конечно, все это, ну вот, ну а Ватикан, вы знаете, вот была эта картина, значит, она сейчас в Третьяковке, на выставке Ватикан, ее можно видеть, Караваджо, положение, вагру, это такая, кардиозная, более ранняя, конечно, чем обращение Савла, но замечательная картина, так, значит, ну сейчас, вот, в музее прошла выставка Рафаэля, я вам скажу откровенно, я не очень ее довольна, я, правда, и совсем не занималась, но она составлена, там есть ароматы, вы смотрели, безусловно, несколько вещей замечательных, это и Мадонна, и двойной портрет, мужик, жены, Донни, вот, но, еще там портреты, некоторые из которых, все это под сомнением, она могла быть более такой, содержательной, вот тут нужно, чтобы поработали, еще, вот этой работы не было сделано, мне жалко, там нет римского периода, практически, Рафаэля только, дороже, Флоретция и Урбина, а не Рафаэль, ну, в общем, когда, если, или это выступает одной картины, там, или двух картин, или это уже Рафаэль, но когда вообще Рафаэль, тогда, конечно, она не была, но публики она очень понравилась, очень были большие на нее, она красивая, да, 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 ну, они сделали так, как они делают время, вот в этом, знаменитом, своем, выставочном зале, вот такой тип, да, показы, очень было красиво, вот так, ну, вот так вот, сейчас будут еще интересные выставки, безусловно, может быть, будет выставка, даже Гои, из Брата, из Испании, вот, и может быть, даже не только из Брата, но и знаменитой коллекции частных некоторых, там есть же фантастические портреты Гои, у нас сейчас на выставке 5 Гоя, вот, на выставке Малёв, в разных этапах, вот так тоже очень интересно, в том числе знаменитый колосс, вот, который встает над этой толпой внизу, вот он у нас тоже сейчас, вот, карнавал его, и, да, и мальчик изумительный, и Суворов, портрет детский, это просто совершенно упорительный портрет, вот он тоже там, нравится очень бубый, вот так, что у нас еще готовится, сейчас откроется выставка, очень интересная, называется 1946-1968, это выставка была в религианной, это мировая выставка, она ходит по-разному, очень большая, это искусство послевоенное, ну, интересно, так концептуально скажем, там есть, конечно, хорошие художники, вот, но, окунуться в эти годы, вот немножко посмотреть, что было, и там есть русский раздел, ну, там все остальные тоже, европейская шоуфисть, в основном, сильная выставка, достаточно мощная, ну, которая обращает нас к периоду, который, ну, не так хорошо сейчас показывается, как он, на мой взгляд, тоже заслуживает, вот, это будет, вот так, ну, вот, вот, такого рода, так сказать, выставки, но музей, это не только выставки, выставки, это только одна часть его работы, понимаете, выставки, это только какая-то одна часть работы, музей, очень большая, конечно, работа со зрителями, и в этом плане, все-таки, лекторий, с огромным портфелем, мне кажется, такого, почти, ни у какого музея нет, действительно, очень большой, такой выставочный, то есть, лекционный портфель, разных направлений, и так далее, и так далее, мы очень приглашаем, но у нас нет недостатка в зрителях, и в слушателях, вот, это, любопыт, очень много работаем с детьми, колоссально, я бы сказала, знаете, почти 50% в нашей посещаемости, это дети, дети-школьники, вот, огромное число школьников, и в последнее время, все больше и больше становится, что нас очень хуражирует, вот, что дети пошли, это прекрасно, вообще, надо вам сказать, сейчас наблюдается настоящий музейный пол, и в Третьяковке, и у нас, и в Армитаже, и в Русском музее, я задаюсь вопросом, почему именно сейчас, вы знаете, что-то, в отношениях, даже не к искусству, а в отношениях к жизни, и к событиям, которые происходят сейчас в мире, напряженные, непростые, вот, какие-то огромные, много недоброжелательства, такого взаимного между странами, континентами, и так далее, ну, вы все понимаете, смотрите телевидение, интернет, мы живем в достаточно такой напряженной, общей, мировой обстановке, вместе с тем, все проблемы, касающиеся разных стран, например, вывернуты нам, перед нами, и мы видим, что везде неспокойно, где-то кто-то манифестует, кто-то выходит на улицу, кто-то за, кто-то против, я сейчас все это не обсуждаю, и обсуждаю другое, что именно в этой обстановке люди очень повернулись к культуре, к искусству, к музеям, понимаете, на этом фоне огромные выставки в Третьяковку, в наш музей, в другие, в Эрмитаж, в театры, театры наполненные, я, то есть в Польше, много посещаю театры, это, так сказать, первая моя любовь с детства, концерты, концерты, вот, залы заполнены, консерватории и так далее, вот, огромный интерес к культуре, вот он прям вот, он совершенно очевиден, это не кто-то нам сказал, а мы это видим, понимаете, у нас лекторий, лекторий заполнен, я вам хочу рассказать, я читаю один цикл лекций, меня когда-то Ильдар Александровича Рязанов пригласил в свой клуб, у него есть такой клуб на Ленинском проспекте, называется, это не для театра, но и клуб, кстати, он получил совсем недавно, но мне его супруга, я вам, и она сказала, он теперь клуб-музей, ему дали статусы музея, и там будет даже, ну, такая комната, там, ну, зал, вернее, посвященный, но он меня пригласил читать у них лекции, я вот уже несколько лет читаю, не ображая там историю, переполненные салют, и масса молодых лиц, масса молодых лиц, это при том, что в моем музее я читаю цикл для пенсионеров, причем железный, там живутся какие-то молодые, я их не понимаю, только пенсионеры, я специально рассчитываю на эту публику, я делаю автопортрет репорта, и знаю, что я говорю этим людям, потому что они знают, про что я говорю, когда я говорю про автопортрет репорта, но имею право выбирать аудиторию, в данном случае, никого не дискриминируя по другим признакам, вот, но много, понимаете, много людей приходят на лекции, которые даже иногда не ожидали, что они придут, они приходят, и на выставки, на которые даже мы иногда не ждем, приходят, понимаете, очень интересно, вот, мне кажется, что это такой ответ, какой-то публике, зрителей, да, это желание погрузиться, я сама вспоминаю годы войны, я же в это время училась, слава Богу, мне было за сколько лет, и, вы знаете, колонной зал Дома Союза, непрерывные концерты, вот, и тебе Тачанова, и тебе Гельцер тогда еще, и я не знаю, и Астру, Малый театр, Создужа, художественный театр, все переполнено было во время войны, понимаете, и не только уже там, в 44-м году, но и раньше, вот, я просто свидетелью этого, потому что я была в Москве, так что, вот, видимо, что-то есть такое, да, что люди идут в этот трудный период, они идут, вот, тянутся к культуре, тянутся к культуре, вот, ну, еще один такой знаковый момент, который я не знаю, как объяснять, но музеи и другие, и театральные залы, переполнены женщинами, вы, наверное, сами за меня, вы знаете, да, причем уже эта разница, так, или, кажется, она очень заметна, очень заметна, просто целы, и сидят, на лекциях, в выставочных залах, идут, идут, женщины, значит, самый какой-то чувствительный элемент общества, вот, и очень много детей, ну, детей привозят, конечно, те же женщины, учительницы, и так далее, вот так, если у вас есть какие-нибудь вопросы, то, пожалуйста, я и так очень задержалась, спасибо огромное, очень интересно слышать, и вот сейчас хочу сказать, наверное, от имени общества Данте-Алигерий, у нас предложение, а что если подумать об идее такой выставки, об общества Данте-Алигерий, как художники разных эпох, иллюстрировали Данте? Это хорошая мысль, я даже скажу, в свое время Эрнс неизвестный подарил нашему музею, я сама у него это принимала, его иллюстрации, божественной комедии, вот, они у нас есть, музей просто подарил тогда, в свое время, Эрнс, да, но можно, но ведь надо это все собрать, это, понимаете, это в основном графика, это графическое произведение, да, надо, во-первых, составить, ну, изучить, кто делал это, когда, в какое время, в какие времена, кто иллюстрировал, нет, само по себе, это было бы, ну, конечно, интересно, я в этом уверен, это хорошая идея сама по себе, если вы и даже кто-то, у нас очень хороший специалист, Марина Ивановна Майская, она специалист по графике итальянской, великолепно знает, итальянская, три тома выпустила итальянской коррекции у нас, вот, с ней связаться и поговорить, я думаю, ее это заинтересует, спасибо, это хорошая тема, да, тем более, что мы в 16-м году отмечали 750-летие даты, и как-то вот, как мы не старались обнародовать это вообще, хоть, чтобы кто-то услышал, что такая дата у такого великого человека, отклика, в общем, мы не нашли, фактически, но, в связи с тем, что в 21-м году исполняется 700 лет они о смерти даты, то вот в этот период, когда в 16-м году исполняется, но нам поступило, нам поступило указание из Игрима, что нужно праздновать ганды с 15-го года по 21-м. Поэтому у нас абсолютно развязаны руки и в любой момент, когда только можно это сделать, мы готовы заняться этим делом. Но понимаете, в 21-м году у меня останется только год до моего столетия, поэтому у меня еще небольшой вопрос. Прошлый год считался как бы годом джотта. Но я нигде не взяла ни выставки джотта, ничего абсолютно. Это как-то прошло совершенно. Ему тоже исполнялось, ну там неизвестно дате рождения на самом деле, но ему вроде бы исполнялось тоже 750 лет. И вот от джотта нигде ни одного джотта. 700 лет. 700 лет. Вот. И может быть даже вот эту вот выставку даты как-то джотт объединиться было бы. От джотта ничего нельзя сделать. как джотта нельзя. Нет, это две большие разницы. Совсем его работа? А? Его работа совсем нет? Как говоришь, нет. А как? Нет, они есть или так далее. Но отдельные несколько больших этих, но это все навсегда в Флоренция там или Паду или там еще. А как и что? Где же вы не можете получить ни одной вещи? Я не знаю. То есть можно просто читать левцы. Это все может сколько угодно. И еще один вопрос. Значит, в этом году тоже не очень точно известно, что исполняется 600 лет Пьера Делла Франческо. Пьера. Телефон. Микрофон. Телефон. Люди Микрофон. но те, которые могут монументалисты поработать во фреске в основном самые главные вещи. Есть какое-то количество Стопковых картин, но эту картину где-то повредили и она была отдана на реставрацию и она к нам не пришла. Она у нас даже попала в каталог, нам пришлось ее потом оттуда внимать. Понимаете, очень трудно получить Стопкового. Они в основном самые великие картины из Стопковой находятся в Лондоне национальной галереи. Они не дадут, понимаете, не дадут, особенно во время юбилей. Но это грандиозно было, понимаете, грандиозно. Елена Александровна, скажите название картины из Венеции Пьера и Франческо. Как называлась? Вы знаете, там две фуры, значит, это святой как его. Там в общем две мужские фигуры на фоне пейзажа. Я сейчас забыла имя этого святого, к которому приходит его собеседник. вот. Вот это вот. Она вертикальная, прекрасный пейзаж и две сидящие на камнях такие мужские фигуры. Великолепная вещь, но вот она пришла поврежденная. И мне она сказала, прям чуть не плачет, да, мы согласились вам дать, все, ничего не получается. Елена Александровна, маленький вопрос. Многих посетителей музея занимает следующий вопрос. А почему именно музей именно Пушкина? Скажу мне Цветаева. Имя Пушкина было дано в 31 году, когда отмечалась соответственно дата его ким. Думаю, что тогда это сделали ну, наверное, довольно механически, да, где-то назвали улицу, театр Пушкина и так далее. Но во всем мире на сегодня с тех пор, прошло 80 лет, значит, мы музей Пушкин, нас никто не говорит в музее безобразительных искусств, никто этого не говорит. Мы Пушкинский музей, но дело не в этом. Самое главное заключается в том, что имя Пушкина, которое сначала касалось даже нелепого, почему, что здесь есть, меня даже за границей иногда спрашивает коллекция Пушкина, вот, то, что у вас, ну, это, говорит, а мы хором не знали, значит, я им объяснила, что нет, тогда они вообще ничего не понимали. Но, понимаете, вот, когда открывался памятник Пушкину, Достоевский сказал, что, говоря о Пушкине, он сказал, что он оплодал всемирной отсыпчивостью. Это потрясающие слова по отношению к Пушкину. Сейчас вспомните его поэзию про все и античность ему близка, и Рафаэль ему близок, и об этом, и о том, он чувствовал, он никуда не выезжал, он чувствовал весь мир через литературу, через искусство. Он даже не видел Сексинской Мадонной, но Мадонна для него была величайшая образа. То есть всемирная отсыпчивость. Вот я считаю, что идея Владимировича Цветаева постепенно с годами в этом музее, а сейчас, когда мы стали просто реально реализовать музейский городок, музейский отнимали слова Ивана Владимировича Цветаева, нашего основателя, он это понимал, понимаете, недаром он начинал с Египта, с античности и так далее. Всемирная отсыпчивость. Мне кажется, мы приближаемся к этому идеалу. Вот так я вижу наш музей. Поэтому мы приближаемся к идеалу, который проповедовал Пушкин для себя, то есть для всех, конечно. И еще один момент, на мой взгляд, невозможно снимать имя Пушкина, но нельзя. Но я, например, прямо сказала, я тоже иду из-за музея. Я не могу быть связана с процессом снятия, простите, это не имя опозорившегося или не опозорившегося, но нелюбимого и ненужного или какого-то другого деятеля. Вот это совсем-совсем другое имя. Как это выпихнуть Пушкина? Для меня этого не существует вообще, этого момента. Но дело даже и вот не только вот в этом можно найти решение, что я бы сделала. Для всего, для этого дома, вот нашего прекрасного дома, кстати, наше здание до 61-го года, вот 61-го года моя главная работа, откровенно говоря, это создание музейского городка, о котором в 1898 году в своем этом дневнике написал Цветаев, еще не начинали даже строить, только заложили фундамент. В 12-м году музей открылся, он сказал, со временем начинаемое нами здание переполнится экспонатами и встанет вопрос расширения здания. Оно должно вырасти здесь же, вокруг, в маленьких двухэтажных, которые нас окружают, и трехэтажных домах. Вот, он все предвидел и, так сказать, и, как он сказал, тогда здесь вырастет целый музейский городок. Вот он сейчас вырастает. Мы уже освоили, я стою за каждым домом, который был в музее, то есть я просто знаю, перед кем я танцевала, перед кем я плакала, перед кем я что делала, перед кем я ругалась и так далее. Понимаете, все эти дома, начиная с 61-го года, первый дом, это дом графики, вот, Фабузовы его называли, ну, Том Грибоедов, это не так, но, тем не менее, от этого времени. Один из первых после наполеоновских домов 1826 год и дальше, да, все эти дома, которые уже сделаны, они освоены, и музей личной коллекции, там другие, детский центр и прочее. Всего 28 строений, 11 станет, включая огромный восьмиэтажный дом, который предназначался маршалом, министерством военным нашим, да, уважаемым людям, нам удалось его отстоять, включая бывший музей Маркса Энгельса, вот, ну, лично я не согласна с тем, что его надо было уничтожать, даже немцы мне сказали, все равно, что уничтожат музей Гегеля у нас, это нельзя делать, вот, даже если не согласны с его философией, вот, понимаете, но это другой вопрос, но не в этом, это знание мы получили, наконец, музей институт философии, вот этот Голицынский бывший особняк, в котором был музей, кстати говоря, был музей, сам Голицын его продал и построил больницу Склифосовского, считал, что это важнее, но это было его дело, это был его дом, понимаете, вот, это вообще была борьба, а не на жизнь, а буквально словно нас, знаете, как меня не убил директор этого института, я не знаю, вот, но, тем не менее, понимаете, вот весь этот огромный комплекс, он сейчас, так далее, а нам не будет одеваться, мы просто, ну, мы, видите, мы занимаем залы, выставки, это неправильно, должен быть отдельный комплекс, вот, вот, весь этот городок, понимаете, он, он должен быть, оставаться Пушкинским домом, вот, это и есть, это такая многомерность понимания всего, а вот этот наш великий дом, Клеймовский, этот мраморный дворец, он должен носить имя Цветаева, вот, это мы предложили на ученом совете, это мы хотим отставить, это будет дом Цветаева, а весь комплекс у нас же есть отдельный дом такого-то времени, такого-то так-то, им тоже, кстати, музей личной коллекции может быть назван домом, Зильберштейн, Грис, Самолч, который все это придумал, понимаете, почему нет, пожалуйста, присваивайте эти дома, этим домам, имена каких-то людей, которые действительно не делают, вот и все, а это надо оставить, это моя дочка Цветаева. Спасибо. Аплодисменты, 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 за замечательный совершенно рассказ, который нас невероятно обгонтил, потому что, конечно, мы в такой степени не знали всю историю вашего замечательного музея, и нам очень приятно, что вы к нам пришли. Спасибо. Аплодисменты, 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 Продолжение следует...